Добрый день, дорогие друзья! И как у человека не может быть две родины, так и у человека может быть их отсутствие. С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Поговорим о том, что вам дает Австралия. И это вопрос очень важный, потому что многие люди, особенно сейчас, мучаются вопросом, не прогадали ли они, сменив место своего проживания на Австралию. И не скрою, я знаю людей, которые сейчас собираются уехать просто или уехали уже просто потому, что они считают, что их родина, ну, предположим, Россия, даст им больше возможностей для самореализации, чем Австралия. Это, кстати, не факт, если мы говорим о профессионалах, но, в принципе, в какой-то степени я этих людей понимаю, потому что иногда заработная плата и, значит, критерий успеха, критерий нужности человека в этой жизни, он меняется. Люди считают, что если у них выше зарплата где-то в России, значит, они нужнее обществу, значит, ну, так тому и быть, так там и жить. Сразу скажу, что мне легче рассуждать, потому что та страна, которая являлась моей родиной, она больше не существует, это Советский Союз, это не только географическая территория, это шкала ценностей, это менталитет, это, если хотите, пропаганда, которая была как сет каких-то мыслей, идей, вбита тебе в голову, и если этого лишают, то просто территория, твой этнос, которому ты принадлежишь, уже не играют стопроцентной роли родины. Опять-таки повторю, моя родина СССР, а вот ваша родина, в большинстве своем, дорогие друзья, это Россия, Украина, Казахстан и все те страны, из которых вы приезжаете в Австралию. Вам в этом плане сложнее. Я уже говорю, у меня вот по совокупности родины уже и нет, есть места, где я родился, а родины, той страны, в которой я жил, уже нет. А у вас есть, вы родились в той самой Украине, в той самой России, в той самой Белоруссии, и здесь у вас как бы уже немножко посложнее, у вас есть какие-то, даже у тех людей, которые переехали и получили гражданство в Австралии, у вас есть определенные фантомные боли. И для тех людей, которые собираются вернуться домой, немедленно не закончить свой иммиграционный процесс, я бы хотел сказать, что вы собираетесь сделать достаточно большую жизненно важную ошибку. Когда у тебя в наличии два паспорта, у тебя очень много возможностей. И я уже делал видеоролик на эту тему, но после этого произошло очень много событий, и гораздо больше доказательного и противоречивого, в общем-то, жизненного материала, который, вы все знаете, произошли вот эти военные действия и происходят в Украине, и произошла так называемая пандемия. И я думаю, что в этом случае надо немножко обдумать все то, что говорилось до этого. И я опять-таки еще более уверен в том, что выбор двух, как минимум, разных стран, это выбор умного человека. Жизнь нам дается один раз. Нам могут говорить разную пропаганду, нам могут внушать разные идеи, которые для себя, те люди, которые нам их внушают, имеют одни идеи, для нас насаждают другие идеи. И это не только говорится о России, Украине, Казахстане. Это говорится и об Австралии, о Соединенных Штатах, и о Великобритании, европейских странах. И здесь что мы имеем? Мы имеем положение, при котором, в общем-то, идет война. Кто-то это считает специально военной операцией, для кого-то это уже война. И в обоих случаях это правильно. Для России война это когда миллионы и миллионы гибнут, и вся экономика поставлена на военные рельсы, а этого в России нет. Для Украины это, да, полномасштабная война, потому что идет речь о том, что в конечном счете украинский народ может перестать существовать в пределах его географических каких-то границ. И, соответственно, да, там идет война. Все, кто говорит, и западная часть, западные средства массовой информации, условно назовем НАТО, и российская официоз, российский, украинский официоз, они рассматривают эту проблему с каждой со своей стороны, с каждой со стороны своей выгоды. И, соответственно, истина где-то и есть, но непонятно где и непонятно на какой стороне. И уж точно не полностью на чьей-то одной. А кому выгодно? Ну, выгодно очень много. Кому война, а кому мать родна, как говорили. Но мы сейчас видим отношения, допустим, и к русским, и к украинцам, и к самому этому конфликту. Видим отношения в США, отношения в то же самое Австралии, то же самое в Европе. Я вам скажу, что после всего, что случилось с украинцами в Европе, и что случилось с русскими в Европе, я бы в Европе не жил. Вот простите меня, но она, эта Европа, выглядит гораздо глупее и гораздо более по-детски, чем та же самая Австралия и Соединенные Штаты. С Соединенными Штатами все понятно, но то, что Австралия себя показала, ну, скажем так, с умной стороны, это даже немножко удивительно и, кстати, достаточно приятно. Поэтому, если бы я выбирал страну второго паспорта, я, естественно, выбрал бы как минимум Соединенные Штаты, но, скорее всего, вот, я считаю, что я сделал в свое время правильно выбор, я выбрал Австралию. Здесь люди мягче, здесь людям совершенно все равно. Украинец ты, русский, грузин, Адербайджанец, армянин, еврей, казах, таджик. По тебе судят, просто по тебе самому. И все остальное людей очень мало волнует. Но, наверное, и во всем англосаксонском мире, но это так. А вот в Европе это не так. То они любят украинцев, то они их не любят, то они не любят русских, то они русских не любят еще больше. Все это неадекватно, потому что все эти люди, украинцы и русские, абсолютно не предоставляют никак свою страну, потому что подавляющее большинство из тех самых украинцев, это люди-зарабичане, которые уже уехали еще задолго до войны или собирались уехать из страны, и это не мейнстрим украинского народа. Судить по этим людям о всей Украине, о всей украинской нации, ну, неправильно. То же самое и судить о русских, которые сейчас едут или ехали в Европу. Что касается ваших возможностей в Австралии, я считаю так, что если вы человек способен или хотите быть желающий быть нужным обществу и грамотным в чем-то, хорошим работником, этот человек не пропадет в Австралии в первую очередь, в гораздо большей степени, чем он не пропадет в России, в Европе или в Украине, где конкуренция всегда за работу была выше. Да, наверное, комфортнее жить, где все тебе привычно, где люди говорят на твоем языке, но это привычно для всех остальных, и эти все остальные живут в более жестком мире. Похоже, как будто вы та щука, которая попала в аквариум. Для вас не очень, скажем так, родные условия, но всю аквариумную рыбу вы сожрете на раз. Вы достигнете успеха в этом аквариуме. Но если вы аквариумная рыбка, и вас выпустить в океан, или даже если вы та же самая щука, но живете в русском пруду, то там есть и щуки поболе вас, и дерзкие окуни, и много рыболов, достаточно много аквариума, вряд ли вы вообще кого-то с удочкой найдете, или с бресной, соответственно, даже в привычном вам пруду вам будет намного, или озере намного сложнее, если вы дикая щука. Поэтому, кто был никем, тот никем и останется, и ничем в том числе. Я думаю, что приезжая в такую вольготную аквариумную Австралию, у любого из вас, будь то ты хоть маломальский чем-то профессионал, или даже не профессионал, но желающий им стать, и прилагающий для этого усилия, у вас больше шансов, чем у этих людей, которые просто не привыкли бороться за свое будущее. Теперь давайте поговорим о следующей беде, которая по-другому заставляет взглянуть на жизнь. Это пандемия, точнее вакцинация, а точнее насильственное иглоукалывание. Чтобы не стояло за этой болезнью и за этими уколами, человек должен иметь право выбора. Я думаю, вы уже прекрасно понимаете, что никакой пользы эти уколы не дали. Что люди и с ними, и без них болели, как минимум в равной степени. Для чего это дело? Для того, чтобы в будущем сократить продолжительность жизни населения, или установить за ним контроль, или чтобы просто фарма заработала, или чтобы все это происходило одновременно. Это не важно. Важно отношение людей. Вот посмотрите, что делала та же самая российская, или украинская, или белорусская власть. Они как бы были заукольчики, но с другой стороны, активно они этой жизни не проводили. По сравнению, допустим, с той же самой Австралией, и уж тем более Европой. Я не видел Европу никогда такой мерзкой, ну, наверное, со времен Второй мировой войны, а может быть и включая эту войну, я не видел, чтобы так мерзко себя вела власть, и так глупо себя вели люди. Я понимаю, что были какие-то возмущения. Ребята, ограничились наши свободы. Свобода перемещения, свобода слова, свобода собраний. Все свободы, которые так декларировались нашим демократическим миром, все эти были свободы растоптаны. Скажу правду. По Австралии многое, что декларировалось, и, на мой взгляд, пропаганда или вешание лапши на уши происходило намного сильнее, чем в безалаберных Украине и России, но эффективность такова. Я не верю в то, что в России больше половины людей пошло и укололось. Я просто в это не верю. Что касается Австралии, я верю в то, что в действительности большинство населения на 96% приняло в себя двойную дозу уколов. Это не потому, что людям хотелось это делать. Это ложь, людей ставили на колени. Но, кстати, опять-таки, ставили их как-то мягко, не до конца. Тот, кто не хотел этого делать, не делал и чувствовал себя очень даже неплохо. По крайней мере, если ты житель или гражданин Австралии. Никого не обязывали, и кто не хотел, не сделал. Я еще раз повторю, именно так и было. Оправдываться тем, что иначе бы я не мог посмотреть своих внуков в больнице, как один из моих друзей сказал. Или меня бы уволили с работы. Ну, уволили бы тебя с работы. А потом бы тебя на работе восстановили. Куда бы делись? Тоже происходит сейчас. С полицейскими тоже происходит сейчас. С медсестрами, вообще с медперсоналом. И государственными служащими. Но все-таки люди поддались пропаганде, люди поддались агитации, люди еще более домбированные, чем люди в России или в Украине. Вот уж чего в действительности не ожидал так этого. Поэтому, если завтра опять будет клич «давайте всех колоть», то Европа ляжет сразу под уколы. в России, Украине, Беларуси народ будет возмущаться пассивно или активно. Здесь начнут делать третий, четвертый, пятый, шестой бесконечное количество бустеров. Как говорится, раз не второй раз, не первый раз. То есть психологический барьер сломан. И я так думаю, я надеюсь, что я не прав. Но я так думаю, что австралийцы и пойдут и на пятую, и на шестую локализацию. И, соответственно, я хочу задать вопрос. Так ли демократична наша власть? Так ли наша власть в Австралии ценит свободу свою и особенно граждан своей страны, которые зависят от этой власти и подчиняются ей? Так ли умен народ и так ли он свободен? Так ли он дорожит своими свободами, если он тут же побежал делать то, что ну, даже научно не доказано, никто этого даже не отрицает. Поэтому, дорогие друзья, будет создана ситуация вполне возможно, когда вам и российский паспорт понадобится. Если вы занимаетесь инвестициями, то вполне возможные инвестиции в недвижку в Австралии бессмысленны сейчас. А вот, допустим, в Москве наоборот. Я никому этого не предлагаю, но все-таки я просто знаю много людей, которые купили недвижимость совсем недавно за, предположим, 200 долларов, 200 тысяч австралийских долларов. Сейчас их недвижимость идет по 500 тысяч. Где вы два с половиной раза за четыре года наблюдали рост недвижимости в Австралии. И скажите, где у вас рентал елд достигает 5-10 процентов? То есть, когда вы за, грубо говоря, за 10 лет можете полностью на ренте вытащить свою недвижимость по цене. То есть, каждый год, если у вас недвижимость там миллион, то что, серьезно, каждый год получаете здесь по 100 тысяч на недвижимость, да не верю я в это. Поэтому, в этом случае, конечно, можно вкладываться и там во что-то, и здесь во что-то, когда это выгодно. Но запомните, вкладываться надо только в ту страну, чьим гражданином, ну или как минимум постоянным жителем, но я бы эту оговорку не делал, гражданином. Вы являетесь. Если вы не являетесь гражданином Китайской Народной Республики, я бы крайне не советовал вам вкладываться в бизнес в Китае, да и в Таиланде, кстати, тоже об этом более широко известно, правильно? Я бы не стал вкладываться ни в какой бизнес и не вкладываться в недвижимость в России, если бы не имел гражданства России, но я бы никогда не стал это делать, если бы не имел гражданства Австралии, я бы не вкладывался в недвижку в Австралии, а это говорит о том, что когда вы имеете два полярно противоположных гражданства, во многом это так и есть, то есть Россия и Австралия это абсолютно противоположные страны, и если у вас есть паспорта этих стран, вы счастливчик. И завершая это видео, хочу сказать, те ребята, которые сейчас собираются уехать из Австралии, не получив австралийского видного жительства и тем более австралийского паспорта, должны запомнить две вещи. Первое, сейчас уникальная возможность это сделать. Очень дешево, очень быстро, очень надежно. И второе, кто не успел, тот опоздал. Вы потеряете свой уникальный шанс, и у вас этого больше шанса не будет. Не делайте эту ошибку, просто поверьте мне. Спасибо. 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 субтитры